Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. Так, запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Пермским краем. Еще один вектор – международное сотрудничество. В присутствии губернаторов подписи под меморандом поставили генеральный директор фонда развития Югры и директор Центра содействия инвестициям Республики Армения. Об океанариуме, музее природы и человека и доме купца узнают во всей стране. Югру посетили тревел-блогеры и журналисты. Экскурсия по городам проходила шесть дней. За это время гости побывали в Когалыме, Сургутском районе, Ханты-Мансийске и Сургуте. Одной из туристических точек стала Боровая – частный аэродром, на котором тренируется единственная в стране женская пилотажная группа Барсы. Гостям показали коллекцию самолетов, рассказали истории воздушных судов и то, как транспорт долетел в Югру. Например, легендарный Дуглас преодолел Атлантический океан, несколько европейских стран и половину России. Отмечу, корреспонденты и фотографы из разных уголков России изучают достопримечательности и пишут потом о них в своих изданиях. Медиаразведка, так называется проект, проходит в разных регионах. В Хакасии, Дагестане, Кузбассе. В Югру журналисты приехали во второй раз. Кстати, по итогам составленного рейтинга за прошлое путешествие наш регион набрал 9,9 баллов из 10 и стал лидером среди других субъектов. В рейтинге учитывали условия проживания, питание, программа и работа гидов. Я смотрю с удивлением, восхищением на тех, кто еще к тому же занимается историей авиации и смело летает на вот этих непростых машинах. Да, тут очень здорово. Как одна из точек на маршруте в регионе, это отличный вариант, это очень интересно. Я с удовольствием буду рекламировать сначала друзьям, а потом напишу статью в журнале и широкому кругу читателей. На самом деле очень здорово, что у нас проходят такие мероприятия, к нам приезжают наши друзья с других регионов. И очень хорошо, что так развивается наша площадка. Хотим, чтобы больше туристов приезжало к нам и все будет здорово. Мы всегда рады видеть гостей у нас на аэродроме, чтобы рассказать о самолетах и обо всем, что у нас происходит. Ведущие медицинские эксперты страны назвали историю спасения югорчанки национальным рекордом. Полгода назад в окруженную больницу Хантамансийска поступила беременная женщина с крайне тяжелой формой коронавирусной инфекции. По показаниям ей сделали кесарево сечение. Ребенка забрала бабушка. Тем временем пневмония начала прогрессировать и врачам пришлось бороться за жизнь пациентки. У молодой мамы было полное поражение легких. Аппарат ВЛ не справлялся, поэтому жизненные функции поддерживали более радикальным методом ЭКМО. В общей сложности югорчанка провела в больнице 6 месяцев, 4 из них в реанимации. Ей перелили 11 литров эритроцитов примерно от полусотни доноров. Председатель Российской ассоциации трансфузиологов Евгений Жибурт, побывавший в Хантамансийске, назвал этот клинический случай югорчанки национальным рекордом. Сейчас пациентка находится дома, ей предстоит долгий путь реабилитации. Настя говорит, мы дышим, мы дышим. А я помню, так запереживала, заплакала, маме позвонил. У меня вот это 9 февраля как раз, день рождения было. Мама говорит, лучший подарок был. Через неделю включили от аппарата ИВЛ. Они подключили меня к кислородную поддержку на носике. Я на них до сих пор нахожусь. За эти 138 дней породнились практически с ней. Были эпизоды и жесткого слова, и были эпизоды и поцелуев. Но чтобы она стремилась и верила, что она все-таки станет, пойдет. Теперь к новостям, которые югорчане обсуждают в интернете. Югра – один из лидеров по качеству дорог среди регионов страны. Округ уступает по данному показателю только Москве. Исследования провели эксперты РИА Новости. Так, в российской столице нормативным требованиям отвечают 97,5% магистралей. В Ханты-Мансийском автономном округе цифра чуть ниже – 87%. В пятерку субъектов с лучшими дорогами также вошли Краснодарский край, Ингушетия и Челябинская область. Хуже всего ситуация в Архангельской области. Здесь нормам соответствуют чуть больше 10% дорог. В Сургуте пройдет Всероссийский день чтения вслух. Это новый проект фонда «Живая классика». В праздники слова и книги примут участие жители 15 регионов России. Тысячи людей по всей стране будут общаться, узнавать новое об известных писателях и знакомиться с современными авторами и читать вслух. К мероприятию присоединится и Сургут на одной сцене вместе с горожанами будут выступать творческие коллективы, певцы и эксперты в области культуры и литературы. Узнать подробности можно на официальном сайте акции деньчтения вслух.рф Штат Нижневартовской больницы пополнится новыми кадрами. Туда придут работать врачи, окончившие ординатуру по специальностям хирургия, терапия, челюстно-лицевая хирургия, рентгенология и урология. В будущем году больница планирует принять на работу еще 8 медработников. Главный врач учреждения Алексей Сатинов отметил, что в этом году в конкурсе на целевые места рассмотрели 24 заявления. Напомню, программа гарантирует школьникам бесплатное обучение трудоустройства. Такой же принцип действует и для поступающих в ординатуру. Бесплатные консультации ветеринарных врачей, вакцинация от бешенства, знакомство с собаками без хозяев. Все это составляющие благотворительные акции «Ласковый май, собаку забирай». В минувшие выходные ее участники устроили встречу. Четвероногие демонстрировали зрителям выучку, проходя полосу препятствий. С хвостатыми друзьями человека познакомился Антон Войтович. В Югре около 150 собак нашли себе новых хозяев. Зоозащитная акция «Ласковый май, собаку забирай» продолжается уже на протяжении двух месяцев во всех муниципалитетах. А ее промежуточные итоги подвели в окружной столице в Международный день собак. На площадке, которую открыли специально для выгула четвероногих, собрались и угорчане, и их питомцы, чтобы продемонстрировать навыки дрессировки. В концепции по обращению с животными в автономном округе закреплено первое, что это формирование гуманного отношения к животным. Об этом говорит и губернатор, что все собаки бездомные – это наших рук дело. Поэтому нам нужно думать о том вместе, как решать эту проблему. Акция привлекла множество собаководов в Ханты-Мансийске. Испытания пришлось пройти не только четвероногим, бывшим когда-то бездомными или взятыми с приютом, но и выросшими с хозяевами. И первые, как правило, дворняжки ничуть не уступали своим породистым собратьям. Меня зовут Аня, а это моя собака Джек. Джек. Давно вы с ним вместе? Да, мы уже с ним три года. И очень интересный факт, у него сегодня день рождения. Как раз сегодня Международный день собак, насколько нам известно. И у Джека день рождения, символично этот день. Как вы познакомились, как он появился у тебя? Он у меня появился, я даже планировала взять собаку себе. Я его взяла с улицы. Это дворняжка. Он знает более 50 команд. Мы с ним очень много занимаемся. Впрочем, не у всех есть возможность взять питомца к себе домой. Но при большом желании помогать братьям нашим меньшим можно и другими способами. Вы можете приходить в приют и взять под опеку какое-либо животное. Животное находится в приюте, но вы можете постоянно навещать это животное, гулять с ним, возить на определенные процедуры. Можете просто приходить на прогулки в субботу-воскресенье в 12 часов. Можете приносить любой форм, крупы. Мы варим животным обязательно. Сегодня в Югре действует 19 приютов для животных. Сейчас они запустили еще акцию «Собаку на дачу». Каждый владелец загородного дома может взять себе на лето питомца, при этом с ним заключать договор на дачный период, по окончании которого он может оставить собаку себе, либо вернуть в приют. Весь этот комплекс мер, уверены организаторы, поможет в итоге значительно снизить количество беспризорных животных в Югре. Антон Войтович, Антон Ракитин, окружная телерадиокомпания «Югра-Ханты-Мансиск». В Югре завершились соревнования по гребле на областях на Кубок губернатора. В эти выходные в Нефтьюганском районе состоялись традиционные заплывы в рамках праздника «Витхон-Хатл». В турнире приняли участие 11 команд нашего округа, а также участники из Сербии и Замбии. Так, победителями масс-старта на полкилометра стали жители Сургутского района. Среди мужчин лучшим оказался Виталий Рускин из деревни Рускинская, а среди женщин Антонина Кандерова из Лентора. В национальной парной гонке первое место заняли югорчанин Юрий Казамкин из Агана и представитель Сербии Пап Игнац. Добавлю, что награду победителям лично вручала губернатор Югры Наталья Комарова. Гонки на областях занимают особое место в жизни югорчан. И это такая очень важная составляющая, то, что мы научились с вами делать, в память, в развитие того, что дают коренные народы нашего региона Югре и нашей стране. Спасибо вам всем большое. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Райшев. Всего доброго.